Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях профессор Анатолий Скальн. Здравствуйте, Анатолий Викторович! Здравствуйте, Мария. Пригласили вас в студию не случайно. Осень, затяжные дожди, а это значит, что не за горами, когда начнется то время, когда развитие острых респираторных вирусных заболеваний пойдет резко вверх. Не оставит себя долго ждать и грипп, конечно же, но и все сейчас прогнозируют начало второй волны коронавируса, поэтому хотелось бы сегодня с вами поговорить на эту тему, а именно о том, как защитить себя, свой организм и как быть, в общем-то, во всеоружии в борьбе с вирусами и гриппа, и коронавируса, и других вирусных заболеваний. Да, помимо расхожего мнения, что люди умирают от каких-то страшных болезней, надо помнить о том, что страдают-то люди в основном от частых сезонных заболеваний. Особенно это касается детей и людей старшей возрастной группы, но и также работающего населения очень часто, несмотря на то, что надо работать, болеет. Надо бы наоборот, не болеть, чтобы получать от жизни полное удовольствие и не уничтожать свое здоровье на корню. Ну, почему все-таки вот всегда осень и сразу вверх? Ну, это, понимаете как, у природы нет плохой погоды, можно быть готовым к любым изменениям, но люди, так как наши коммунальщики никогда не знают, что в ноябре может выпасть снег, так же и человек как-то думает, что в этот сезон ничего не произойдет, никаких проблем не будет. Будет солнце, тепло, никаких дождей, слякоти, холода. Да, ничего не будет, будет все замечательно, будет греть солнышко, ну и вообще как-то эти проблемы его не касаются. Вот эта позиция, когда это меня не касается, приводит к тому, что мы попадаем в вторую крайность. Что случилось, все пропало, все болеют, ужас, катастрофа и так далее. Ну, мы же пережили с вами первую волну коронавируса, пережили. Конечно, погибли люди, но если мы так ввели статистику по другим заболеваниям, мы бы тоже были бы неприятно удивлены, сколько наших граждан умирает от разных заболеваний. Этот коронавирус надо рассматривать как звоночек человечества, о том, что что-то в мире меняется, что-то мутирует. Мы получили наглядный урок, как может что-то незначительно измениться. Как может, да, вирус, который был выявлен уже достаточно давно. Да, который давно существует, его новые разновидности. Как мы не можем ничего сделать? Богатейшие страны мира не знают, что делать. А как они собираются воевать с какими-то более крупными катаклизмами, в общем, система не готова. И еще очень показательно, не готова система, где социальные устои общества минимизированы. Все на частную собственность в США. Не будем обсуждать дальше, но вот брать пример США в плане организации общественного здравоохранения точно не стоит. Моя миссия, я перед собой ее поставил, убедить наше медицинское сообщество, наше политикум, наших людей, лиц, принимающих решения в том, что нужно внести некоторые небольшие, незначительные дополнения в диспансеризацию всеобщую. Особенно людей из группы 45-65 лет, из этой группы, которая еще и работает. И в этой группе очень часто как раз еще люди не обеспокоены здорово, не работают, они еще не могут отвлечься, не понимают иногда опасности, чтобы внести в диспансеризацию всеобщую средство по защите от повышения иммунитета против вирусных, бактериальных и других заболеваний. Как человеку понять, что ему не хватает каких-то витаминов, микроэлементов? Какие можно сдать анализы? Кто это должен определить? Ну, первое, можно обойтись вначале без анализов, если уметь чувствовать свое тело, свой организм. Например, беспричинная усталость или накопленная усталость сигнализирует о том, что у вас устал, вы устали, и иммунная система тоже устала. Второе, появляется раздражительность, бессонница. Ну, то есть симптомы известны очень многим людям, которые 2 часа в день тратят на транспортировку своего тела к работе и с работы, еще и работают интенсивно. Следующий вопрос – это, конечно, если есть какие-то изменения на коже. Например, очень часто первое проявление дефицита цинка, селена – это заболевания кожи всевозможные. Появляются какие-то дерматиты, воспаления небольшие. Это тоже признак такого настораживающего в плане того, что иммунная система может быть снизена. Депрессивная. Ну, осенью же период обострения депрессивных состояний. То есть, если человек впадает в депрессию, он чувствует, качество жизни у него ухудшается, ощущение жизни ухудшается, значит, уже запущен механизм развития в организме какого-то дефицита. То есть, он уже существует, этот дефицит уже есть. Он возникает достаточно быстро. Ну, он в любом случае, в первую очередь, должен обратиться к специалистам, ни в коем случае, конечно же, не заниматься самолечением, потому что я думаю, что, с одной стороны, дефицит каких-то микроэлементов – это не очень хорошо, но и избыток не приведет ни к чему хорошему. Да, но от избытка до болезни очень далеко, от дефицита до болезни очень близко, поэтому все-таки надо быть нацеленным на дефициты. И человек с избытками, особенно жизненно важных элементов, справляется в организме неплохо, а вот с дефицитом не справиться не может, потому что дефицит – это синоним болезни. Так вот, если вам плохо, если вы устали, возьмите за свой счет два дня отдыха, выспитесь, приведите себя в порядок. Это первое. Второе. Можно, не задумываясь при вот этих симптомах, усталости, или просто в вашем окружении появилось несколько человек, которые заболевают или часто болеют. Вы знаете, что каждый сезон они часто болеют. Ну, как дети идут в садик, понятно, что один ребенок ходит в садик, другой тоже заболеет от того, что принесет… То есть можно быстро все спрогнозировать. Можно быстро спрогнозировать, ничего, сложности нет. Я бы вообще вот в нашем климате, берем среднюю полосу России, не говоря о северах, как это выразится, я бы, конечно, готовился к сезону, к высокому сезону сезонных заболеваний, начиная в небольших дозировках употреблять либо продукты богатые иммуностимулирующими веществами. Это, например, цинк. Это король, король для иммунитета. Ну, вот в каких продуктах содержится? Давайте перечислим несколько, несколько самых простых. Там у нас будет все на схемке, да. Самые простые – это мясо. Качественное. Нет, конечно, в устрицах, 2-3 устрица заменяют суточную дозу цинка. В них содержится суточная доза цинка, но устрицы у нас не очень приятно кушать и не обязательно в них упираться. За те же деньги, которые мы покупаем, устрицы можно купить килограмм хорошего мяса, и это будет достаточно. Второе – цинка очень много в бобовых, но их надо правильно готовить, их надо замачивать лучше на ночь, перед тем, как начинать обрабатывать. Потому что есть такая фитиновая кислота в бобовых, во многих кашах, которая связывает цинк и другие двухвалентные катионы, не дают им возможность всасываться. То есть, как бы в чечевице, в горохе, в бобах цинка много, но реально его усвоится очень мало, потому что он будет связан. Второе – это очень много цинков тыквенных семечков. Вообще, все, что называется семенем, любые орехи, любые семена, икра, продукты, они все содержат цинка достаточно. Но я еще раз говорю, хороший кусок мяса, допустим, компенсирует либо для вегетарианцев, это бобовый, хорошо подготовленный, лук-порей. Лук-порей, например, содержит очень много цинка, очень много цинка во многих грибах, ну, естественно, ну, даже обычные шампиньоны, почему это хороший достаточно источник цинка. Кроме этого, яйцо, ну, ничего необычного, просто если люди начинают кушать. Ну, получается, что если ты спишь, отдыхаешь, правильно питаешься, а еще поддерживаешь себя с помощью, ну, дополнительных, да, каких-то там… Умеренных физических нагрузок. Умеренных физических нагрузок, то, в общем-то, все будет со здоровьем в порядке. Если нет каких-то врожденных, генетических заболеваний, приобретенных или следствия каких-то тяжелых инфекций. В общем, как… Ну, в принципе, справиться можно с волной сезонного гриппа. Можно. И то, что в этом году, опять же, прогнозируют, да, наслоение, с одной стороны, это коронавирус, с другой стороны, это грипп, это вирусные разные заболевания. Ну, то, чего, в общем-то, боятся и то, о чем предостерегают врачи сегодня. Вот, во-первых, в Евросоюзе было проведено огромное исследование на тысячах людей, назвалось «Зенит», «Цинку пожилых», например, «Цинку пожилых». Ну, показа, было показано, что если в течение нескольких месяцев принимать минимальную дозу цинка, 5 миллиграмм, это ребенок, ребенок кушает маленькие, столько цинка с продуктами в день, но взрослый человек уже вес больше, все потребности могут быть выше, потому что чем-то болеет, даже 5 миллиграмм, если в сутки, принимать дополнительно, потому что очень трудно подобрать продукт, некогда, таблеточку принял и порядок. Для тех, кто любит таблеточки особенно, 5 миллиграмм цинка, но принять за месяц, вот уже сейчас надо принимать, чтобы к концу октября, к ноябрю, вы были, ваши склады были заполнены необходимым для иммунной системы материалом, потому что как только внедряется какой-то возбудитель в организм, иммунная система напрягается, это нормально, она так должна делать, и мы должны ей дать простимулировать его, и дать ей оружие в руки, в том числе запустить его, это оружие, с помощью таких известных для нее агентов, как цинк, селен, витамин D, то есть я ничего нового не говорю, витамин С, никаких новостей в мире нет. Мы недавно обследовали людей, биобанки, Сеченовский университет, мы получили образцы, и мы обследовали людей, которые либо погибли от ковида, ну, и же сыворотка остается, либо люди, которые тяжело перенесли ковид, средние тяжести, легкой степени и асимптомные, то есть которые никак. Ну, что вы увидели, какие большие результаты? Мы увидели, что прямая линия, существует зависимость прямая между уровнем цинка, чем он ниже, тем вероятность заболеть тяжелее или даже погибнуть выше, селена, витамин D, это из данных литературы, особенно плохо, если дефицит цинка протекает на фоне избытка меди, кадмия, то есть тяжелых металлов, то есть для тех людей, которые питаются, что такое некачественно? Ты вместо полезного потребляешь еще какие-то токсины, или у тебя написано, что там какая-то мясная масса, непонятно какая, или там масса чеготу, понимаете, а не кусочек мяса, лучше кусочек мяса, лучше готовить продукты дома, это я вот все хозяйки и хозяева, ну, побалуйте себя самым древним занятием человека, приготовлением пищи для себя, потому что вы будете гарантированно то, что вы получаете, как долго это мясо, вы знаете, лежало у вас в холодильнике, вы знаете, сколько раз его размораживали, замораживали, какие руки его брали в руки и так далее и тому подобное. Так что я хочу сказать, что обычная, нормальная жизнь образованного советского пенсионера, я советскому иду по менталитету, наверное, один из самых здоровых образов жизни, который в мире описано, ну, включая дачу, где ты занимаешься не только выращиванием того, что приятно, прям по Ганде, по Толстому, да, а еще и получаешь удовольствие от того, что ты делаешь для себя, для других, ну, и, в общем-то, живешь человеческой жизнью, она и какой-то искусственной. В общем, самое главное – запасаться витаминами, хорошим настроением, не думать о плохом, и тогда все будет в порядке. Да, прибавить к цинку надо обязательно селена. Селена очень много в продуктах, содержащих жиры. То есть, где мода пошла сейчас, да, не кушать, что якобы от жирных продуктов, от избытка жирных продуктов, мы сильно-сильно поправляемся, мы сильно-сильно поправляемся от стресса больше, и от того, что мы употребляем много углеводов, заедаем стресс какими-то продуктами, которые быстро приносят энергию, а быстро приносят энергию легкие углеводы. Вот, ну, я говорю о печенье, о сладком, о всякие выпечки и так далее, о пирогах и прочих-прочих любимых продуктах среднего класса, да, и вот, так что я хочу сказать, что, наверное, все-таки, а селена многое, чеснок, обычный банальный чеснок. То есть, селена очень много в сале, селена очень много в кокосах, ну, вот именно в орехах, да, бразильский орех – чемпион мира по содержанию селена. Один бразильский орех покрывает суточную потребность крупного мужчины в день в селении. То есть, если мы запоминаем какую-то простую алгоритму, я вегетарианец, значит, 100 грамм тыквенных семечек, 200 грамм бобовых в день и лук-порей, вот это самое, наверное, простое, или грибы какие-то, которые обеспечат нам уровень цинка достаточный. Если мы не вегетарианцы, у нас смешное питание, 100 грамм мяса, 50 грамм мяса или печени, и печени, и содержание микроэлементов намного выше, стакан какао, полплитки шоколада, немножко цитрусовых, 3-4 штучки, вот и все, что нужно для иммунитета. А все остальное, так сказать, для эстетики, экзотики и так далее. Анатолий Викторович, спасибо вам. Ну, и в завершении программы пожелания нашим телезрителям. Пожелание телезрителям очень простое. Слушайте свой организм, дружите с ним. Если он говорит, дай отдохнуть, дайте ему отдохнуть. Анатолий Викторович, спасибо за интересную беседу. Будем надеяться, что теперь наши телезрители знают, как подготовить себя к сезонным заболеваниям и будут во все оружие. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания.